По словам аналитиков, задержки в западной военной помощи сильно ослабили Украину. Недостаток вооружений и боеприпасов может привести к серьезному продвижению российских войск. Мы наблюдаем довольно критическую ситуацию на Восточном фронте Украины. В частности, в трех районах, где российские войска сейчас проводят наступательные операции. Это Лиманское и Авдеевское направления, а также Север Донецкой области около Бахмута. Российские силы постепенно добиваются незначительных тратических успехов, но ситуация может быстро ухудшиться. В настоящий момент у ВСУ множество ограничений, такие как нехватка обеспечения и задержки в западной военной помощи. Украинских военных уже нет тех возможностей, которые были раньше. Нет возможностей, благодаря которым Украина сдерживала наступление России. При этом российская армия постепенно восстанавливает маневрирование на поле боя. Это может привести к значительным оперативным успехам в ходе крупномасштабного наступления России, которое ожидается летом. Нынешнее российское наступление, которое сейчас происходит вдоль линии фронта на востоке Украины, в значительной степени сосредоточено на часовом яре. Российские войска также продолжают наступать на города западнее Авдеевки, которые они захватили в середине февраля. Что даст Россией захват Часова Яра. У них появится позиция, с которой они смогут наступать на Константиновку и Дружковку. Это крупные города в области, которые составляют основу украинской обороны. Так что весной российские войска, скорее всего, продолжат наступление на Часов Яр. Его результаты повлияют на то, где Россия сосредоточит свои войска летом. Мы также видим предупреждения украинских официальных лиц, которые говорят о возможном наступлении России на Харьков через международную границу. У нас есть неподтвержденные сообщения о том, что российские войска перебрасывают части на северо-восток от Белгорода для создания военной группировки, которая могла бы провести Харьковское наступление. Но пока еще не ясно, куда будут направлены основные силы этим летом. Я уверен, что НАТО ощутит очень серьезные последствия того, как завершится война в Украине. Если она завершится победой Украины, то у России будет гораздо меньше возможностей угрожать НАТО. Если победит Россия, то это сразу станет немедленной угрозой для НАТО, от Черного моря до самой Финляндии. У России будут все возможности, чтобы испытать оборону НАТО и заставить Альянс перебросить больше людей и выделить больше денег на защиту своих стран-участниц. Кремль продолжает запугивать страны Балтии. И эти угрозы очень напоминают угрозы Украине перед полномасштабным сражением. Еще о ситуации на фронте. Российские войска прорвали Украинский фронт к северо-западу от Авдеевки. Об этом сообщает военный обозреватель здания Бильд Юлиан Репко. По его словам, армия России продвинулась вдоль железной дороги на три километра вглубь украинских позиций и вошла в поселок городского типа Очеретина. Как отмечает Репко, ВСУ несколько месяцев успешно держали оборону на этом направлении, но сейчас оставили позиции по неизвестной причине. Официальной информации от украинского генштаба на этот счет пока нет, однако эту информацию также подтверждал волонтер Тим Златкин. Тем временем российские войска не оставляют попыток штурмовать Часов-Яр в Донецкой области Украины. Аналитики проекта Deep State также утверждают, что большая часть села Новомихайловка к югу от Маринке перешла под контроль российской армии. Тем временем британский таблоид The Sun опубликовал план возможного нового российского наступления. Судя по опубликованной карте, основным направлением атаки станет украинский Харьков. Напомню, президент Украины и глава разведки заявляли, что российские войска планируют активизироваться в конце весны, начале лета.